В мире Дэнди Доброе утро, дорогие зрители! Ха-ха! Услышав знакомую музыку, ваше сердце лёкнуло и настроение поднимлось на 100%! Я надеюсь, что вы уже проснулись и включили свои телевизоры на телеканал Премьер. Нет-нет, не вставайте с кровати. Там вам будет удобнее смотреть нашу передачу. Просто возьмите пульт и сделайте звук на своих колонках чуть-чуть погромче. Нет, не делайте слишком громко. А то родители, которые ещё спят, выброшат колонки вместе с вашим телевизором. Вот тут в магазин пришло огромное количество новинок. Мы их, правда, сами ещё не видели, но попытаемся ознакомить вас с ними. Сегодня, как всегда, будет традиционная рубрика «Хелп» и «Парад». А в остальном просто смотрите Мир Дэнди. Мы все слонады футбола. Мы обожаем наши любимые команды и клубы. Но каждый из нас в глубине души хочет стать тренером своего клуба. В жизни это сложно, но поиграв в игру «Премьер Менеджер» вы сможете стать тренером своего собственного клуба. «Премьер Менеджер» – нет, это не футбольный симулятор, хотя здесь это тоже имеется. Это футбольная стратегия. Как это спросите вы? Всё очень просто. Здесь вам предстоит побывать в шкуре управляющего одного из футбольных клубов. Начинается всё с того, как вы выбираете себе клуб. Причём не вымышленный, а реально существующий. После чего вас выбрасывают на главный экран игры с огромным количеством опций. Назовём основные. Финансы клуба. Показывают, сколько у вашего клуба имеется налички, чтобы ждать денег. Затем – рынок игроков. Здесь можно приобрести игроков любых видов. Вратарей, оборону, нападающих. Их здесь достаточно, и каждому нужно от вас только одно – деньги. Разобравшись с остальным, мы избираем тактику игры и вид игры, после чего выходим на поле. Поначалу, как таковой игры нет. Бежит время на экране, где только и есть список игроков обеих команд. И счёт. В любую минуту мы можем остановить игру. Сделать замену, поменять тактику. После игры можно посмотреть её в 3D-варианте, в просмотре. Выиграв, вы получаете призовой гонорар. Н-ную сумму денег. В общем, это крутейшая футбольная стратегия, способная захватить любого игрока. Создайте собственный клуб и сделайте его чемпионом. Вы же хозяин. Внимание, внимание! В магазине Rollsport появились лазерные указки различных видов. С большим выбором насадок. Звёзды, фигуры, твиксы и так далее. В виде письменных ручек и обыкновенных брелков. Высокое качество проекции, экономичный расход батареек, небольшая цена – приятно удивят вас. Приходите в магазин Rollsport на улице Богданово-Хмельницкого, 33. Выберите свою указку. В эфире хит-парад Мира Дэнди. И на этот раз он будет посвящен нашему любимейшему жанру – боевые гонки. Пятое место. Основатель жанра – Twisted Metal 1. Это с него началось всё это техническое сумасшествие. Четвёртое место. Twisted Metal 3. Графика просто класс. Управление максимально приближено к реальности. Новые виды машин. Программисты не упустили ничего. Позабыли только о игровом процессе. А жаль. Третье место. Rock Trip. В лучших традициях Twisted Metal от Single Track. В игре есть огромный плюс. Просто огромные зоны. Второе место. Dead in the Water. Здесь всё дело разворачивается на воде, на моторных лодках. И первое место. Про эту игру просто нельзя забыть. Twisted Metal 2. С ним и по сей день не может сравниться ни одна игра. Причёный Metal 2 ещё с 96-го года и до сих пор просто мнёт все другие клоны. Своим игровым процессом. Паша, ты когда-нибудь видел обалдённую крутую леталку с крутой графикой на двух дисках? На двух? Конечно, я видел. Винкомандор. Не, ну там же четыре диска. Два, четыре. Какая разница? Разница в цене. Да? А о чём-то мы? Мы о новой игре Colony Wars 2. Для особо одарённых математиков повторяю. Два это один плюс один. Да. Артур. А? Colony Wars 2 на одном диске. Да? Значит, дешёвле будет стоить. Colony Wars 2 является примером как раз такого случая, когда продолжение игры во много раз лучше самой игры. И это заметят все, кто часами рубился в первую Colony Wars и всего лишь один взгляд бросил на вторую часть этой знаменитой игрушки. Что ни говори, отличия налицо, улучшенная графика, гигантские космические просторы и просто обалденные спецэффекты. Чего тут только стоят струи газа, вылетающие из турбин и искрящиеся лучи лазеров, выжигающие дыры на обшивке вражеских кораблей. А взрывы... признаться, красивее я не видел. Чтобы почаще наслаждаться этим зрелищем, хочется взрывать, взрывать и взрывать. Своих, чужих, какая разница? Искусство требует жертв. Правда, в своих стрелять я не советую. Разнесут за милую душу, даже не поморщатся. Да и чужих стало сложнее уничтожить. Компьютерный интеллект теперь развился и даёт мощный отпор всяким охотникам за взрывами. Чтобы взорвать хотя бы один корабль, придётся вести долгий поединок. А ведь враг не один, и их даже не двое. Их куча. Итого, гляди, в погоне за одним, оглянуться не успеешь, а на хвосте уже двое. И это в лучшем случае. Так что придётся следить за всеми мелочами и быстро анализировать ситуацию. Например, защиты нет, ранее 2%, сзади три вуду, по курсу вражеский крейсер, анализ, безвременная смерть. Конец передачи. Особенно впечатляют миссии на планетах. Летишь себе, никого не трогаешь, любуешься ландшафтом, небесами. Совершенно забываешь о миссии. И понимаешь одну вещь. Если программисты будут и дальше делать такие красивые и интересные игры, то наша старушка Соня ещё ой как долго протянет. Каждое воскресенье на телеканале «Премьер» развлекательная и познавательная программа «Мир Дэнди». В ней есть всё, что нужно настоящему игроку. Самые свежие компьютерные новости, всевозможные конкурсы и викторины, куча полезных секретов, ну и, конечно же, сами игры. Если вы заедлый компьютерный фанат или хотя бы увлекаетесь этим делом, то, безусловно, эта передача для вас. Итак, каждое воскресенье в 10.30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим «Мир Дэнди». Отвлечёмся немножечко от приставочки Sony PlayStation и поговорим о других платформах. Я сейчас в руках держу вот такое творение японских разработчиков. То ли приставка Sega Mega Drive 2, то ли музыкальный центр Ava. Что же это такое, вы сейчас и узнаете. Итак, что же это такое? То ли приставка, то ли CD-плеер. Рассмотрим всё по порядку. Во-первых, у этого строения имеется слот для картриджей Sega. Вставляем игру, запускаем и процесс пошёл. Теперь мы можем играть в наши любимые хиты. Джим, Соник, Формула-1 и так далее. С этим всё ясно, но зачем тогда такие размеры? Оказывается, здесь имеется возможность прослушивать музыкальные CD-диски. И не через ТВ, как у Sony, а через встроенные стереоколонки. Теперь всё ясно. Это игровая приставка Sega Mega Drive 2 и крутейший CD-плеер Ava. Так что, если вы заинтересовались данным творением японских разработчиков, приходите в магазин Rollsport, отдел видеоигр, на улице Богдана Хмельницкого, 33. Сделайте свой выбор. От математики перенесёмся к химии. Если взять Крок, Гекс-3Д, Тайфу, добавить туда меч из Эхергейза, всё это тщательно перемешать и растворить немножко магии вуду, то получится обалденная трёхмерная бродилка, которая называется... А как она называется? Я не знаю. Я помню, что она А. А, Tomb Raider, наверное. Да нет, говорю же, она А. Тогда Adventures of Lara Croft. Да нет. Как же она называется? Да, точно. Именно так называется эта игра. Акуджи. И так же зовут главного героя. Хотя я играл в игру совсем немного, у меня уже сложилось мнение о дне. Просто высший класс. Давно уж не хваталось игры, которая бы мне настолько понравилась. Фанаты трёхмерных бродилок. Не пропустите этот хит, если вы действительно те, за кого себя принимаете. Вы только посмотрите на графику. Посмотрите на эти гигантские, проработанные для мелочей пространства. Аж дух от такой красоты захватывает. Игра честно напоминает Tomb Raider. Не знаю чем. Просто чувствую на подсознательном уровне. Может быть катанием на лианах и лазанием по стенам? Или же акробатическими прыжками по узким выступам над пропастью? Нет, не знаю. Вооружённый же герой коротким мечом, которым будет отправлять на тот свет толпы колдунов, птиц, скелетов, мумий и прочей вражеской нечисти. Но кроме холодного оружия, Акуджи ещё владеет магией Вуду. Ему подвластны энергетические выстрелы, огненные шары, различные защитные заклинания и многое-многое другое. Атакующей магией можно стрелять просто, а можно и вести прицель на огонь. Причём некоторые рубильники можно включать, только выстрелив по ним. А ведь эти рубильники, кнопочки, рычаги ещё нужно найти. Точно. Вспомнил. В их поисках, ища какую-нибудь заныканную кнопочку и покрывая её добрейшими словами нашего богатого и русского языка, вот тут-то вы и вспомните Tomb Raider. В каждом уровне вам придётся искать определённые предметы, которые откроют доступ к секретным местам. Но даже если вы их не нашли, не расстраивайтесь. В любой из пройденных уровней можно вернуться и поискать повнимательнее. Как в Гексе, только гораздо увлекательней. И напоследок ещё один сюрприз. На диске Акуджи находятся ещё три демо-версии. Первая – это Legacy of Cain 2. Вторая – Gex 3. И третья – Tomb Raider 3. Не знаю, какая это версия и зачем её сюда вообще вставили, но здесь вы найдёте множество приятных неожиданностей. Одним словом, 130% удовольствия на одном диске. Ну что можно сказать? Бегите в Роуспорт! А теперь традиционная рубрика Hell. И сегодня секреты будут... Хотя, постойте, хочу сделать анонс. В следующий раз будет огромное количество совершенно новых секретов, так что готовьтесь заранее. Ну а сейчас – Ghost in the Shell и Rogue Trip. Начнём с игрушки Ghost in the Shell. В главном меню нажмите R2, R1, квадрат, квадрат, вверх-вниз, квадрат, квадрат, R2, R2. Начните игру, и вы попадёте на экран выбора уровней. Рог Trip Во время игры зажмите треугольник и нажмите следующие комбинации. Влево-вправо-вверх. Вытягивайте деньги у противника. Вправо-влево-вниз. Атака назад. Влево-вправо-вниз. Мина. R1 плюс L1 – прыжок. Только в магазине Rollsport настоящие спортивные очки Uvex. Фирменный дизайн и безупречное качество. Очки Uvex полностью защищают глаза от ультрафиолета. Не бьются и не царапаются. Абсолютно антистатичны. А некоторые модели способны превратить пасмурный день в солнечный. Очки Uvex не искажают реальности. Они делают реальность лучше. Фирменные очки Uvex в магазине Rollsport. Ну вот, наша передача подошла к концу. Но перед тем, как проститься, я сообщу радостную новость для владельцев приставочки Sony PlayStation. В магазине Rollsport появилось огромное количество многоигровок. По три, по четыре, даже по пять игр на одном диске. Кстати, цена одной трехигровочки всего лишь девяносто рублей. Просто смешная цена для таких крутых игр. Между прочим, вы заметили, что сегодня с нами не было диджея Олега? Знаете, мы пытались ему дозвониться, но из трубки постоянно доносились отборные ритмы брейкбита. Наверное, сейчас он сидит и играет в свой любимый диск Music. Вы тоже хотите диск Music? Или вы хотите многоигровки? Или вы хотите игры, о которых мы сегодня рассказали? А что вы вообще хотите? Все, что вы хотите, вы найдете в магазине Rollsport. Ну, кроме еды, пожалуй. И воды. И воды. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok